можно дорогие отцы матушки братья сестры сегодня мы с вами начинаем книгу которая называется лесница написал ее преподобный иван игумен синайский который с тех пор и получил такое прозвание лесничник то есть автор лестница книга она с одной стороны на слуху и известна многим православным христианам по названию по тому что празднуется память юанна лесничника в четвертую неделю великого поста но немногие приступают ее прочтению и очередь к изучению еще более редки к исполнению всего того что в ней написано то же время лестница то есть лестница от земли до неба куда нам с вами и нужно попасть и поэтому очень логично что надо бы ее прочитать не ознакомиться и посмотреть что нам по силам и по молитвам 100 преподобного и она лестничника начать как-то двигаться перемещаться по этой лестнице конечно зачастую возникает вопрос он такой объяснимый многие миряне спрашивают ну зачем нам читать лестницу знать ее тем более следовать ежели эта книга написанная монахом игуменом написанная по просьбе другого игумена и написано для монашествующих но когда мы будем с вами знакомиться с ее содержанием то мы увидим что в общем то описывается там борьба со страстями эти страсти у нас есть они в нас действуют они конечно же мешают нам духовно жить и конечно мешают нам наследовать спасение а в этой лестнице указываются средства преодолению этих страстей а также средства к стяжанию добродетели которые противоположны этим страстям без которых ну войти в царство небесное очень сложно говоря что после прохождения всех мытарств еще все таки перед царским вратами стоят два ангела и смотрят похоже ли душа на христа если кажется что не похоже то в рай она не входит войти в рай в общение с богом и даже еще здесь на земле общение с богом конечно это наша цель нашей жизни как говорил преподобный серафим царовский стяжание благодати святого духа а прежде стяжание благодати конечно же нужно очистить свою душу и только потом вселяется благодать чистую душу и таким образом человек становится богоподобным или как мы говорим преподобным подобным на похожим на бога конечно сами средства не все нам подойдут тем людям которые в миру живут но всегда можно увидеть мы с вами будем разбирать на каждой ступени что в наших условиях возможно сам иван лестничник скончался в начале на 7 века в его житии говорится в описании вообще жития очень кратко и сразу там автор повествует что много неизвестно из его жизни в какой стране он родился кто были его благочестивые родители но видно что он из христианской семьи и получил довольно хорошее образование вот ушел в монастырь и он будучи 16-летним отроком ну вернее сказать не в монастырь а послушание к одному известному своей духовной жизнью старцу послушание у этого старца иван пробыл девятнадцать лет участь у него всему подвижничеству всему укладу монашеской жизни образу мыслей монаха образу действия образу речи и и конечно же для всего этого иван отдал себя в полное послушание этому искусному духовную вождю и своей книге он пишет о том что человек когда хочет выйти из духовного египта ему нужен некий моисей то есть такой покровитель наставник который знает куда идти который имеет дерзновение молиться богу о том чтобы и покров появился над евреями в пустыне о том чтобы горькие воды превратились в сладкие воды помолиться богу о защиту о защите от фараона мысленного ну словом сказать вот истинный такой моисей который проведет человека от земли рабство земли египетской землю обетованную ну а в случае нашем на небеса обетованное царство обетованное царство небесное когда он уже похоронил своего старца было получается 35 лет ему он ушел подвязаться в пустыню то есть вот своим послушанием старцу жизни в послушании он приготовил свою душу к тому чтобы быть уже отшельником чтобы уединение подвязаться пред богом пустыне он прожил 40 лет такая четыридесятница только не дней а лет он провел в пустыне вот ведомый богу своих подвигах подвигах покаяния молитвы смирение послушание уже не старцу а послушание воли божьей вот и потом когда ему было уже 75 лет монахи сенайской горы стали упрашивать его чтобы он стал их игуменом конечно сначала он отказывался по смирению но все же увидел потом в этом волю божью тем более когда он был еще юношей и его старец приводил к некоторым святым подвижникам и многие из них говорили что это будущее игумен сенайской горы поэтому он согласился увидев этом исполнение воли божией и привыкнув к послушанию вот он согласился быть игуменом затем то есть он стал руководствовать очень многие тысячи людей ко спасению игумен раевский тоже по имени иван попросил его очень смиренно в послании это послание тоже приводится попросил его написать изложить путь возводящий от земли на небо то есть последовательно системно изложить как же человеку который пришел стал на иноческий путь как ему постепенно преодолевать свои страсти какие будут искушением встречаться на пути как с ними бороться и как стяжать добродетели поскольку много неопытных было монахов много неопытных было и руководителей и хотелось вот игумену раевскому иметь для себя духовное руководство мы читаем послание в ответном письме как иван говорили что не достоин я писать такие книги тем более твоему преподобию вот но боясь прислушания все-таки исполняю эту твою просьбу как послушник твой и таким образом появилась это сокровище духовное лестница добродетелей на многих изданиях на обложке книги изображается такая лестница по которой идут иноки и мы видим и здесь вот и епископ видим в облачении и от земли восходят на небо где встречает их сам Христос спаситель видим также что внизу пасть змея видим также что демоны нападают на подвижников и уловляют их в разные страсти и стаскивают с этой лестницы и некоторых даже губят вот здесь конечно разумеется не просто временные падения монахов которые случаются на пути к богу и но святые говорят если ты упал вставай и вновь иди как только можешь и проси помощи у бога вот а совсем падают люди которые пребывают в гордыне в обольщении либо как следствие гордыни это уныние и отчаяние вот с унынием еще можно бороться отчаяние конечно может свести человека в погибель сочинение ивана лестничника состоит из 30 глав представляющих собой ступени добродетелей которых по которым христианин должен восходить на пути духовного совершенствования и так но можно вот некоторые богословы развивают на несколько групп все эти ступени и первые относят борьба с мирской суетой 1 2 3 4 ступени первая ступень называется отречение мирского жития ну и даже с первой ступени мы видим что наверное как мирянам и вдруг отрекаться от своего жития но здесь имеется ввиду что для мирян уже можно отрекаться от пристрастия к этому миру от излишеств и вот скажем когда обращаются люди на исповеди миряне и спрашивают по поводу скажем своей деятельности своей работы то духовник уже может сказать по поводу ну много очень профессий хороших нужных есть профессии которые такие нейтральные казалось бы но а есть такие виды деятельности которые опасны душевно и поэтому здесь уже духовник может благословить сменить такую деятельность найти более такую позитивную работу вот и в миру тоже возможно организовать свой график свой устав согласовать его с духовником своим вот как знаете у старца в россии спрашивали как же в миру спасаться он говорит так можно жить и в миру только не на юру то есть не на базаре то есть когда душа прям раздирается и во все стороны мечется и забывает о главном еще старец в россии говорил так мы должны жить как колесо вертится лишь только одной точкой касается земли все остальное устремляется к нему то есть в какой-то мере отречение от миска уже мирская жития от того мира который лежит возле и которые уготовлен на погибель конечно же и миряна нужно отрекаться и проходя эту ступень мы с вами посмотрим как мы можем это своей жизни реализовать божьей помощью вторая ступень беспристрастность отложение попечений и печали о мире это здесь и он лестничек будет приводить цитату как а пост из апостола павла который говорит мне мир распялся и я миру то есть мало просто отрицать мира нужно отрекаться от пристрастия к нему потому что бывать человек ушел в монастырь казалось бы оставил свою работу оставил своих мирские друзей свои мирские занятия но все в своих мыслях он может принести в монастырь и там продолжать этим миром жить и вот здесь говорится что нужно и из мысли все это удалять всю пристрастность всю пристрастность к миру третья ступень странничество вы знаете что в россии было такое явление странники это не обязательно люди которые без определенного места жительства и просто негде были было приткнуться но зачастую это были из купеческого рода меща мещане уходили странниками для того чтобы это знать своего рода тоже подвижничество такое когда человек ввергает себя казалось бы в обстоятельства которые от него совершенно не зависит то есть вот он идет какая будет погода неизвестно где он найдет пристанище себе этой ночью примет ли кто его подаст ли кто-нибудь его ему хлеба или может прогонят может побьют может или арестуют за кита подозрением и прочее то есть странник в этом случае благочестивый он с одной стороны имел цель допустим шли странники по монастырям некоторые и в киев некоторые даже на афон или в иерусалим совершали паломничество вот и таким образом они не имели где головы подклонить не имели своей собственности вот и поручали себя всецело к божьему промыслу но вот как странничество согласуется с монашеством об этом говорит иоанн лестничник что человек пришел в монастыре он должен быть как странник наше отечество там на небесах а здесь на земле мы только странники то есть для того чтобы даже и в монастыре ничему не привязываться четвертая ступень послушания вот конечно здесь много хвалебных скажем стихов песен посылать это добродетели и англесичник показывает на примерах какие бывают послушники и и там мы тоже сделал вывод что для нас возможно какое послушание в миру и конечно необходимо сделать такие примечания насколько пастырь каждый из нас имея у себя в попечении духовном попечении людей прихожан насколько он может руководить где ему надо бы уже остановиться то есть и соблюдать свободу человека и понимая свою ограниченность потому что мы не святые люди до получили благодать при рукоположении но все же мы еще очень далеки от того чтобы непосредственно принимать волю божию понимать и и передавать людям поэтому об этом тоже поговорим какого послушания мы можем просить от своих подопечных вторая группа скорби на пути к истинному блаженству как господь сказал в мире скорбны будете но дерзайте яко аз победил победих мир и сказал что путь этот спасение он узкий и тернистый вот поэтому действительно на пути к спасению будут скорби но как их воспринимать это очень и очень важно мы при изучении авдорофея много раз говорили об этом как нам относиться к внешним скорбям как сохранить мир как увидеть во всем промысел божий и как иметь радость при любых внешних обстоятельствах вот поэтому скорби будут но бояться их не нужно и вот здесь пятая ступень о покаянии там будут приводиться примеры сугубо такого покаяния зачастую такие примеры которые для нас слишком жесткими покажутся ну и вообще будем читать лестницу и можно тоже будет тут сказать как слушатели Христа слово сие жестоко кто может послушать это слово но конечно мы понимаем что во первых не все мы можем потянуть во вторых то на что мы за что мы возьмемся мы понимаем что только лишь с божьей помощью дальше память о смерти казалось бы страшно и видимо к унынию может это привести память о смерти но вот как святые об этом учат насколько полезна память смертная отчасти мы уже говорили об этом и в изучении душеполезное поучение авдорофея плач о своей греховности есть у святых отцов такое интересное выражение радостотворный плач и казалось бы с плачем мы всегда понимаем тоже такое печальное состояние какое-то унылое но вот когда правильно человек печалится как говорит апостол печаль мирская смерть соделывает печаль по Богу правильно соделывает покаяние как он говорит нераскаяние то есть всегдашнее покаяние и в итоге этот плач приносит душе великое утешение великую радость группа третья самая вот пространная это ступени с восьмой по семнадцатую вот у кротости и безгневие удаление удаление по метазлобе это тоже как недавно мне один сотрудник храма говорит ну вот случилось искушение со священником и я говорю ну что можешь потерпеть ну если бы это раз было точно накопилось несколько лет это случается так 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 это получается у вас есть по метазлобе то есть вы не забываете оказывается на самом деле если какие-то искушения были нужно примеряться каяться в чем сам виноват и забывать это если же мы помним если что-то накапливается не должно у нас вообще ничего накапливаться то это по метазлобе это очень серьезный порог души и с ним надо обязательно бороться дальше десятое не сквернословие ну поговорим о важности соблюдать чистоту речи своей чтобы не сквернить свои уста о молчании тоже казалось бы миру наверное невозможно казалось бы молчать но изучим с вами и поймем что действительно где-то можно и соблюсти это молчание где-то избегать разговоров и поймем какая от этого бывает душе польза правдивость тоже бывает это этот добродетель извращают и говорят я вот человек прямой правдивый все что думаю все говорю говорю в глаза говорю в лицо и считает это добродетелю но на самом деле пусть миряне может быть так считают вернее люди неверующие но мы должны с вами помнить что не сегодня всегда надо говорить даже если это мы знаем одному человеку который говорит вот да пусть человек обидится но я ему лучше скажу это я все выложу я правду в глаза я говорю хорошо то что ты имеешь такие такие грехи вот люди не знают это же правда это было да было я говорю а может ты эту правду сказать ну это же грехи мои как-то не хочется открывать никому вот а обличать конечно многие рады ну и вот мы изучим здесь как правильно пользоваться этой добродетельной правдивостью отсутствие уныния и лености на пути к совершенству вот встречается бывает и уныние вот преподобный серафим саросский говорит как тяжело уныние если другие страсти нападают или на тело или на душу то уныние связывает все силы души и тела с другой стороны святые отцы говорят что в борьбе с унынием человек приобретает очень много венцов и вот здесь посмотрим за что бывает уныние попущенным и как с ним бороться или как его может быть потерпеть просто скажем мне нравится когда Иоанн вернее Исаак Сирин говорит когда нападает сильное уныние вот можно обернуться мантия и просто поспать вот ну перед этим конечно помолить чтобы Господь сам нас спас от этого состояния и вот можно и так борьба с чревоугодием ну конечно разная степень поста у нас с вами бывает в отличие вот скажем древних монахов но тем не менее бороться мы всегда с этим должны познать надо что у нас есть эта страсть и с ней бороться будем целомудрие тоже некоторые считают что целомудрием должны быть только монахи которые в монастырях а люди которые в миру живут им в общем то все позволено на самом деле если мы возьмем мытарство преподона Феодоры там говорится что большинство душ не проходит именно это мытарство и бесы этого мытарства будут хвалиться перед другими бесами что они больше всех наполняют душами людей поэтому посмотрим с вами вот как одно как сказать эту страсть увидеть себе в разных проявлениях и как с ней бороться дальше борьба с сребролюбием ну когда в монастырь уходят братья то отрекаются от своего богатства от своих денег и там в монастыре все общее но тем не менее и в уме можно еще по идее болеть этой страстью либо незначительные вещи какие-то там тоже собирать и это тоже будет проявление страсти с сребролюбием вот о нестяжании то есть какая радость бывает во время исполнения до болезни нестяжания преодоление преград в аскетической жизни ступени с 18 по 26 искорнение нечувствия каждый из духовников слышал от прихожан что какая-то сухость бывает какое-то окаменение сердечное бывает потеря интереса к духовной жизни к молитве к богослужению ну и у нас с вами это бывает тоже и здесь мы поучимся у ст. Ивана узнаем от чего это бывает и как это в себе искоренять это ну не нормальное состояние это больное состояние и конечно с этим нужно бороться девятнадцатое малый сон усердие к братской молитве двадцатое телесное бдение ну в житии Иоанна Лесичника говорится что он не совершал неумерных бдений и вообще он во всем был умеренный скажем кушал он все что позволяет монашеский устав но только очень умеренно скажем были же подвижники которые только хлеб и вода имели как трапезу хлеб и воду вот но Иоанн считал что это может тоже привести тщеславие по крайней мере для себя он сделал такой вывод что надо бы кушать все ну просто по-моему как вот говорится про Амбросия Октинского старца он кушал видите он очень был болезненный очень болезненный и часто рвоты были вот ему помогала только по-моему сельдь голландская он мог есть только сельдь голландскую вот другую рыбу не мог есть но все-таки когда ему готовили уху он старался рыбу раскрошить там то есть не кушал а так и поставлять немножко супчиком на самом деле там вся рыба оставалась то есть вот так скрытно тоже постился у него такой подвиг отсутствие боязливости и укрепления веры вот боязливость святые отцы считают самым легким искушением я правда не представлю как это может быть легким если вспомнить Серафима Саровского написано в его житии дьявол стал искушать его сначала легчайшими искушениями он приходил к нему в своем ужасном виде то у преподобного там келья сотрясалась то раскрывался угол его келья оттуда показывался дракон вот то в виде зверей лютых нападал на него то есть такими привидениями но преподобный крестом и молитвой прогонял все эти искушения вот это считается легчайшим но конечно вот кто видел беса хотя бы одного бесенка тот понимает что это уже страх для души сковывается душа вот ну тут видите там в лестнице говорится как бы боязливость называется детская страсть или как то так и советуется ходить ночью в те места что какие тебя страшат скажем у житии старца поисия афонского говорится что он боялся кладбища и старался ночью заходить вот так преодолел страх ну конечно вот это уже такая храбрость дальше искорение тщеславия о самом тщеславе лестничек тоже получает очень много что это как такой треножник как не брось его все равно один рожок вес смотрит вернее это даже получать четыреножник такой вот или как мы говорим еще палка о двух концах он говорит если я поищусь то могу тщеславиться постом если я скрываю свой пост то даже этим могу тщеславиться что я благоразумный такой вот и учит бороться дальше двадцать третья ступень борьба с гордостью мы знаем что гордыня это фундамент всех грехов всех страстей на них все зиждется это начало отпадения от бога мы знаем что дьявол согрешил гордыни и из-за этого все страсти вселились вот и здесь получим все 100 ивана теперь двадцать четвертый добродетели кротость простота и незлобие двадцать пятое смиренное мудрие собственно смиренное мудрие это правильная мысль разумного существа о самом себе скажем когда дьявол решил что он может выше бога стать он получается неправильно себе мыслял то есть фактически он ниже бога по факту своего бытия он создан богом вот а он неправильно себе помыслов и даже мы с вами сейчас не имеем о себе каждое себе правильного понятия а это называется прелестью вот как 100 Иоанн 100 Игнатий Бринчанинов говорит тот кто не святой тот в прелести то есть в определенной степени мы в прелести в каком смысле что мы себя еще хорошо то и не знаем конечно в идеале себя человек хорошо узнает в момент смерти он увидит свою душу похожую на бесов и увидишь когда бесы прилетают то они действительно за своим прилетают очень много похожего вот но для нас это уже будет поздно поэтому суть вот христианства суть монарства тем более состоит в том чтобы все это все свои страсти всю свою похожесть на демонов еще здесь увидеть и с помощью покаяния с помощью благодати Божией исправлять в себе чтобы у нас ничего не было демонского где-то недавно я слышал такое выражение что не может скажем человек или кто другой обмануть других пока сам себя не обманет вот так и случилось с дьяволом он сначала себя обманул что может быть выше Бога что не соответствует действительности а потом обманул уже людей плестил людей так вот поучимся у 100 Иоанна что такое смиренно мудрее и как оно приобретается вот 26 не изложение страстей и укрепление добродетелей следующая группа душевный мир ступени 27 29 ну собственно это уже плоды плоды духовной жизни безмолвие души и тела молитва и бесстрастие бесстрастие это здравие души ну то есть мы можем так сказать безболезненность здоровье здоровье души по учению стих отцов это первая ступенька святости когда меня удивляет иногда бабушки там говорят вот тот священник прозорливый тот епископ прозорливый но прозорливость это довольно высокая ступень святости сначала человек должен быть бесстрастным то есть не иметь даже гнева вот и на этой ступени уже человеку открывается видение замыслов божиих о мире то есть видение логосов сначала об этом тварном мире потом видение ликостояния ангельских чинов и только потом уже видение самого бога ну до этого мало кто доходит до такой вершины святости вот значит все ступени приводят к бесстрастию и к стяжанию добродетелей и дальше тридцатая ступень вершина пути союз трех главных добродетелей веры надежды и любовь любви вера и надежда это добродетели христианские но добродетели земные которые необходимы земной жизни а там уже за гробом в них нет необходимости там уже мы не будем верить в бога мы будем видеть бога и не будем надеяться на бога потому что там уже совершается все наше отчаяние если даст бог мы будем с богом общение вот и как говорит апостол а любовь никогда не перестает любовь и царствие небесном будет достояние вечных вечным всех тварных существ которые будут с богом и любовь к богу и любовь к другу ко всем ангелам ко всем святым ко всем людям спасенным и любовь к себе она тоже должна быть ну правильная потому что господь говорит надо любить ближе как самого себя значит и себя тоже нужно любить об этом еще поговорим ну вот сегодня такая ознакомительная обзорная беседа вот вот будем дальше двигаться по этой лестнице но сначала теоретически но теория тоже важна ведь пока мы не знаем теорию мы не знаем где мы находимся мы не знаем в какое направлении нам двигаться а когда мы будем знать теорию то мы увидим расстояние между тем чем мы должны быть и тем кем мы сейчас являемся это будет нас подвигать двигаться вот как святые говорят святые книги стык отцов учения спасения это есть карта если не будет карты мы не сможем прийти в нужный пункт заблудимся но если иметь только карту и не двигаться то тоже мы не придем в тот путь так что надо имея вот теорию учения стык отцов надо и самим пытаться двигаться и уповать на божью помощь ну на сегодня все дорогие слушатели вот я благодарю за внимание будем